вот так привет народ нам важно посредине коврик поставить потому что вот такая вот у нас сегодня посылка из китая вскрываем аккуратненько и короче вот так вот кто умеет читать тут уже прочитал электронный микроскоп здоровая коробочка коробушечка прям коробушечка такая опачки опачки вот так это все тут запаковано аккуратненько распаковываем головка стоечка и башмак коробочку не выбрасываем это сюда это всегда ну и собственно 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 опачки прям металлическая плита тяжелых достаточно давайте я че ч 1 под рассмотреть это все так здесь у нас алюминиевый кронштейн свет свет заходи так здесь у нас и сбит разматываем кукуратненько так стоечка стоечка вкручивается вот сюда я так понимаю ух ты есть стоечка вот так вот вперед назад фиксируется дальше 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 голова иди сюда так вот и все дальше скопаем иди сюда такое я directions вот так вот и все это очень что еще один вот шаг у вас иди сюда на другой стороны тоже вкинье очка есть так ставить так можно дальше пленочки не люблю поэтому мы и сразу раз так дальше опачки скручиваем винтики фиксирующих винта здесь у нас есть нужно откручивать фиксирующих здесь короче давайте мы сейчас протрем короче народ берем вот такую тряпочку для очков и аккуратненько протираем аккуратненько протираем все чистенько без развода чтобы было все отлично так тряпушка нам не нужно так теперь что 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 здесь как здесь непонятно но это либо вот эта штука ставится это понимаю либо вот эта штука ставится да да так вот так да походу что так походу что да ну а здесь давайте будем теперь смотреть что здесь у нас это короче прижимы если что-то нужно зафиксировать давайте покажу вот 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 так вот эти прижимчики у нас здесь так usb и подключается короче пультяшка есть у нас здесь да какая-то свет включать добавлять убавлять все понятно так здесь у нас фокусное расстояние 85 вот у этой штуки 85-190 миллиметров то есть достаточно таки да а вот а вот 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 этой штучки 15 миллиметров через 215 фокусное расстояние ну давайте что-то будем пробовать давайте чего-то будем пробовать так теперь вот эта штука включается давайте вот сюда вот так вот эта штука включается вот тут карточка даже ставится карточка даже ставится я так понимаю можно записывать непосредственно да так 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 вот сюда сзади свет уже видите есть и вот эта штука включается вот сюда так карточка опачки карточку поставили ну что ж ну что ж уже даже что-то видно давайте вот так вот покажу о так вот сейчас мы видим как покрашена наши короче ну вы поняли да наша площадка свету добавляем о замечательно в общем так есть меню и секунду секунду окей 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 так язык французский немецкий корейский русский есть русский давайте частота частота 50 герц нас интересует карту форматировать нет не будем заводские установки нет не нужно версия прошивки а то есть можно еще будет версию прошивки поменять в принципе все нас устраивает теперь и вот теперь мы отсюда можем выйти и посмотреть короче народ вот так вот выглядит режущая кромка моего ножа ну и давайте мы сейчас попробуем приблизить сделать максимальное увеличение о как можно сделать видите о нормалек видно вот там не видно ну короче нормально он даже видите как с пульта удобно свет добавлять можно убавлять это очень хорошо что не нужно трогать поняли да конструкцию саму потому что вот на кнопки нажимая и вижу что не совсем ну как бы жесткая конструкция так теперь давайте попробуем максимально таким увеличить все-таки вот так вот смотрите максимальное увеличение режущей кромки это народ чтобы вы понимали вот риска вот это вот идет после 60 зерна в общем после 60 зерна вот такая вот риска получается но после 60 зерна это хорошо но когда вот следующий раз кто-то отправит нож на переточку на водных камешках вот тогда будет явно вот эта штука полезно и будет конкретно видно конкретно видно вот допустим 120 камень зафиксировали до 400 камень зафиксировали 600 камень зафиксировали результат до 1000 камень зафиксировали там 3000 там сланцы там уже 5-7 тысяч ну там уже зеркало в принципе будет фактически но тем не менее вот вот так вот будет очень наглядно в принципе здесь у нас две линзы вот линза номер 1 и линза номер 2 давайте посмотрим чем они отличаются линза номер L вот она фокусное расстояние от 85 до 190 миллиметров и увеличение минимум 13 максимум 80 крат здесь немножко у нас цифры не сходятся здесь вот смотрите вот 85-190 а здесь написано 90-300 миллиметров то есть я так понимаю что инструкция какая-то универсальная под разные виды микроскопа разные линзы там и дискомплекте короче 80 кратная линза и вот эта линза что сейчас там стоит вот так вот она выглядит линза а монетка видите как как будет увеличиваться и здесь у нас фокусное расстояние от 15 миллиметров до 215 и от трех зум до x200 увеличение плюс и там и там есть четырехкратное видите во скобочках увеличение четырехкратное увеличение ну давайте попробуем как это включим запись и увеличим еще раз до четырехкратное увеличение в принципе работает но теперь крутить нужно очень-очень деликатно фокусировку потому что всю штангу мы немножко шевелим вот так вот да вот 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 то есть фокусируется то туда туда то на краешек сейчас фокус вот сейчас четко в общем как то так раз два выключаем так а посмотреть можно есть ави посмотреть как посмотреть да есть видео работают все четко видите да там наверху видно нет ну короче ага только я понял что на видео четырехкратная digital цифровая цифровой зум не работает то есть я не вижу здесь увеличение то есть я вижу что немножко пошевелил как бы стойку что картинка задергалась а что увеличилось это нет то есть на видео не фиксирует цифровой зум то есть в принципе он не говорит о том что ну фактически да что русик ты можешь потом файл как про это все увеличить звука я так понимаю тоже здесь нет это плохо почему потому что файл как про я загружаю просто файлы из камер потом выделяю всех правой кнопкой мультикамерный клип и он все файлы собирает в один фильм по звуковой дорожке здесь звуковой дорожки нет то есть потом подстроить это будет сложно очень потому как звука нет ну то есть примерно построить можно да но четко четко только по пиком на звуковой дорожке подстраивать можно это все в общем как то так народ выглядит режущая кромка на моем ноже прикольная штука скажу и вам давайте сейчас попробуем увеличить картинку нашу поменяв собственно давайте сейчас сравним скажем тогда сравним 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 вот смотрите я могу вот так вот это двинуться да и вот сейчас должно быть хорошо видно вот давайте логотип рассмотрим компании бенчмент лазерная гравировка и видите вот сейчас очень классно видны риски от прохода фрезы давайте мы чуть-чуть у них наедем и вот прям четенько сейчас видно каждый проход фрезы каждый проход фрезы сейчас а что же я вам рассказываю если вы ничего не видите на вот на рассмотрите вот этот каждый проход фрезы он здесь под микроскопом виден на видео показать иногда его не получается я рассказывал что смотрите 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 как это выглядит но видите не очень это получается показать на камеру вот лого компании бенчмент и вот так вот это выглядит в макро в принципе давайте выключим его сейчас посмотрим есть да есть картинка все работает в общем ладно это радует вот звука я же говорю что не хватает звука явно не хватает слушайте в каком состоянии находится у меня ужасном ну-ка есть там куда повернуть есть да в каком ужасном состоянии находится у меня шпенек давайте покажу ага и тут уже поднимается короче да ну вот смотрите фокус на шпеньке и вот он весь там побитый я не обращал никогда внимание что он есть такой покоцены на смотрите на него какое бедняжечка пожеванный оказывается у меня весь вот так вот алюминий очень мягкий металл ребята делайте из титана видите вот здесь тоже какая-то вот вот кусок выгрызенный глазами его вообще как бы не было видно то есть это видимо след от удара либо что в общем как то так микроскоп видите полезная штука если нужно увеличить если нужно увеличить то что нужно рассмотреть ну давайте посмотрим на что у нас способна линза номер два видите да вот сейчас давайте мы сфокусируемся вот так вот выглядит то есть вот на таком удаление на максимальном я могу рассмотреть режущую кромку в принципе так и теперь смотрим что у нас здесь здесь сильно ближе поняли да на гораздо большем удалении но сильно ближе то есть разница очевидна вот так вот сейчас это все выглядит ну я надеюсь если что там сверху не камерами там был фактически весь нож виден с этой дистанции да с этого расстояния то здесь вот как раз режущая кромка соответственно если мы приедем ближе к исследуемому объекту картинка у нас будет ну то есть увеличена в разы то есть вот этот все-таки вот эта линза все-таки нам даст более подробную картиночку так и вот так вот будет максимально так и и теперь уже фокусируемся на режущей кромки вот так вот выглядит режущая кромка и сейчас очень четко видна риска от фрезы видите ну в принципе да этот эта линза дает намного больше увеличение хотя я думаю что вот то линза если но при максимальном приближении сделает также картинку так ну ка давайте попробуем ниже спуститься еще есть возможность у нас такая нет ага все тут уже зум выкручен да то есть уже 90 миллиметров да ну здесь так 90 примерно есть примерно 10 сантиметров то есть для того чтобы приблизить ближе нам нужно поменять все-таки линзу на вторую и вот запоминаете сейчас давайте сейчас запоминаете на вас сейчас максимальное увеличение но если только вот еще могу приблизить и при помощи цифрового зума но это уже такое знаете вот так вот максимально выглядит приближенная движущая кромка выключаем запись откручиваем снимаем линзу и ставим вот эту линзочку есть фиксируем и теперь уже можно максимально не спускаться здесь фокусное расстояние совершенно другое поэтому можно спускаться в самый самый низ и вот смотрите вот так вот выглядит на максимальном приближении нет еще можно давайте еще попробуем ближе подъехать вот так вот выглядит на максимальном приближении наша режущая кромка ну как бы да вот вот собственно можем еще увеличить раз еще увеличить два и теперь подкрутить тоже вот так ну видите каждое касание дает какие-то колебания я даже руки на стол ложу это видно как она трясется в принципе как то так можем сейчас выключить теперь можем сейчас запомним запоминайте как выглядит режущая кромочка сейчас мы возьмем усать давайте попробуем как режет может ну в принципе реже берем высоких нож ли не тащил уже не знаю год может полтора поэтому поэтому вот так иногда просто правлю на усатик правлю иногда на усатике и видите да и все окей нож режет так мы сейчас давайте протрем ее потому что по-любому будут волокна от бумаги видно так 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 ну кась покажись чикс и вот так вот выглядит режущая кромочка и вот так вот выглядит режущая кромочка после правки на усате и на пасте ну как бы чуть-чуть моего выровняли вот эту шероховатость вот эту микро пилу на краю режущей кромки чуть-чуть мы сделали более гладкую в принципе народ штука зачетная но я же говорю что результат ну теперь можно вам показывать вот так вот видите могу теперь показать режущую кромку макро но более интересный результат будет когда мы ежевую градацию зерна уменьшаем соответственно можно будет показать разницу на всех этапах заточки как-то сделаю отдельный может быть видос по этому поводу если интересно пишите главное не пишите главное присылайте ножичек на заточку ну и вот можно его а это уже на на четырех иксах вот так выглядит режущая кромка полностью и вот так вот она в 2x и в 4x ну в принципе в принципе давайте попробуем это все также показать при помощи мобильного телефона получится не получится мне кажется что получится аж бегом фокусируем камеру и теперь давайте попробуем за свет идет до пересвет идет вот видите в принципе можно можно фактически ну не тот конечно результат немножко дано показать на мобильный телефон опять же если зафиксировать телефон на штативе то гораздо проще будет фокусироваться камере чем он у меня в руках трясется в принципе народ как то так прикольно что можно регулировать свет видите да раз два три 4 5 6 и включать выключать его тоже можно отсюда так что как то так вот такие пироги опачки вот она наша режущая кромочка прикольная штучка конечно же большой достаточно ну и если бы тут еще и был звук было бы вообще прям прям удобно практично потом это все подшивать допустим в ролик просто бросаешь файл кнопкой объединить в клип и все и не приходилось бы потом подстраивать это все вручную в общем народ на сегодня все вот такой вот у меня микроскоп можете за меня порадоваться собственно где его теперь хранить так чтобы он не пылился надо какой-то чехольчик на него сделать чтобы ну поняли да чтобы не разбирать не собирать каждый раз а вот туда поставил и просто чехлом накрыл и все в принципе народ у меня на сегодня все давайте пока пока увидимся